Пожалуйста, вам микрофон. Слушаем вас. Здравствуйте всем. Меня зовут Лаврова Светлана. И как обычно, по четвергам на Автополстар и в Зуме. Я бы хотела сегодня затронуть тему, которая на сегодняшний день мне достаточно много, достаточно часто спрашивают про тему бессмертия. Что это такое? Можно ли на автономии дойти до каких-то определенных годов, лет жизни? И как это все будет происходить, как это действует в моем понимании? Я, наверное, хотела бы сегодня раскрыть эту тему, потому что у многих представление об автономии немножечко не такое, как я это вижу. Потому что у нас настолько вот это вот смешалось, тема неедения, и люди ждут, что если ты перестаешь кушать, если ты перестаешь пить, то с тобой начинают происходить чудеса. Если ты еще и не спишь, то у тебя там какие-то такие... С тобой там такое случается, что вообще непонятно что. Причем... Микрофон, пожалуйста. Светлана, микрофон. Да, это не я отключила. Как-то так у меня отключается. Я не знаю, на каком этапе меня не слышно стало, но давайте повторюсь. Я могу сказать, что... Одни люди на определенном этапе, когда они убирают жидкость и еду, и с ними начинают происходить такие вещи, которые они описывают, и там вот что с ними такое волшебство происходит, что у них там на какой-то день открывается куча энергии, там они начинают бегать, прыгать, там с ними происходят всякие разные вещи, а другие мне начинают писать и говорят, что-то мы не понимаем, что-то с нами не то. То есть мы выходим на сухие дни, и у нас, наоборот, энергии нет, никакие чудеса с нами не происходят, что мы делаем не так, почему мы какие-то не такие, что делать, как быть. И я, наверное, повторюсь в очередной раз, что, ребят, я вижу состояние без еды и без жидкости и без сна. Это не для того, чтобы с вами происходили чудеса, это именно для того, чтобы вы вывели себя на определенный этап, на определенный уровень своего самопознания, своей жизни. И именно когда у нас идет облегчение нашего аватара, облегчение нашего тела, это может быть облегченное питание, это может быть жизнь без еды и без жидкости. Это у каждого свой этап, у каждого свой этап именно той черточки, через которую мы переходим в следующий уровень самого себя, в следующую плотность самого себя. И как раз я бы, наверное, сказала, что, как я это вижу, что жизнь без еды и без жидкости – это как раз та отправная точка, это тот инструмент, это не та сама цель, к которой нужно дойти, и люди не понимают, как бы дойти-то, чтобы что. Есть ребята, достаточно такие практики, которые постоянно в практике, они мне начинают писать, что вот я уже такое-то количество времени, нахожусь в сухих днях, я понимаю, что я не хочу ни кушать, ни есть, а что мне делать, я не вижу. То есть не видит никакого развития, не видит, что с ними должно происходить, не видит, к чему стремиться. И как раз я бы хотела обозначить, как я вижу этот процесс, то есть когда мы убираем жидкость, и когда мы убираем пищу, когда у нас минимизируется сон, то это как раз только инструмент к тому образу жизни, который следует за этим, за, как я его называю, день сурка, когда ты проснулся, сходил в туалет, позавтракал, пошел на работу, на работе там покушал, с работы пришел, покушал, и все одно и то же. И как раз почему я задела тему бессмертия, наверное, это та тема, которая интересует достаточно большое количество людей. Но к этой теме очень достаточно аккуратно относятся, потому что чем больше про нее узнаешь, тем больше ты понимаешь, что это не что-то такое заоблачное, это не что-то такое, что невозможно сделать. Это настолько все открыто и настолько доступно, если мы пришли к этому осознанию. И мы же все с вами, наверное, знаем, но большинство, по крайней мере, все, кто здесь смотрят, кто заинтересован этой темой, то, наверное, многие как минимум слышали, что есть люди, ну, назовем их так, долгожители, которые живут достаточно долго и более ста лет. И это действительно существует, это никакой не секрет, это норма. Если мы четко будем понимать, для чего это. То есть если для одних людей сейчас есть такое, что вот такое-то количество времени без жидкости и без еды нельзя жить, потому что ты можешь умереть, то для других людей это нормально. И сейчас уже, по-моему, в официальной медицине абсолютно доказано, что люди могут жить без еды и без пищи, по крайней мере, в роликах YouTube это можно посмотреть, что были исследования, по крайней мере, за рубежом. Это нет ничего такого сверхъестественного. То же самое, что и с зубами. То есть все прекрасно знают, что зубы могут расти, и вторая смена зубов, и третья смена зубов. Единственное, что очень мало информации, когда третья смена зубов, когда меняются все зубы. Обычно они растут точечно, это может доказать практически каждый стоматолог, что здесь ничего нет такого особенного. То есть периодически у людей проявляется третья смена зубов. То есть это тоже норма. И когда мы говорим о состоянии бессмертия, если мы понимаем, о чем, как происходят эти процессы, то для нас уже не стоит такое, что это какой-то сказочный вариант бытия. Но есть такая, наверное, одна из основных, один из основных вопросов, то есть когда людям задаешь вопрос, а для чего тебе это? Для чего тебе вот это вот бессмертие? И люди начинают писать такие вещи, которые даже практически неосознаваемые. То есть, смотрите, мы идем, как правило, в жизнь без еды и без жидкости. Чаще всего, давайте так, чаще всего, не все, но чаще всего идем по тем причинам, чтобы убрать какое-то заболевание, чтобы улучшить свое здоровье, чтобы улучшить свой внешний вид, там еще по каким-то причинам. Но мы не начинаем копаться. А почему мы вообще находимся в таком состоянии? Почему у нас эти заболевания? Почему у нас такой внешний вид? Почему у нас такие какие-то недомогания? И не пройдя вот этот вот отрезок пути, мы стараемся перепрыгнуть в следующий. То есть мы стараемся даже не подлечить, не подлатать свое тело, а мы стараемся сразу же говорить, то я хочу в автономию. Чтобы что в автономии, непонятно. Но как только узнают, что есть еще вариант бессмертия, то тогда говорят, о, я тогда туда. А можно мне билетик вот туда, вот где, кто последний в этой очереди? Нет, ребят, это происходит не так. То есть нужно очень четко понимать, что если у вас есть какое-либо заболевание, если у вас есть какой-либо недуг, если у вас есть что-либо с вашим аватаром, то это нужно понимать, что вы намеренно в свою жизнь привлекли данное заболевание. То есть я всегда говорю, что каждое заболевание – это философия вашей жизни. Это для того, чтобы вы познали себя на каком-то определенном этапе. Для чего вам это? Для чего вам эта болезнь? Чтобы что? Чтобы что понять в вашей жизни? И если вы привлекли в свою жизнь это заболевание, чтобы поставить себе программу не на то, чтобы ваши клетки регенерировали и продолжали жизненный путь свой, ну, может быть, не до бесконечности, но на определенное количество времени, которое больше 50 лет. А если вы их, наоборот, запрограммировали, что вы своей болезнью запрограммировали, что вы хотите вот так-то и так-то прожить эту жизнь, чтобы вот это и это с вами случилось, чтобы этот и этот вас пожалел, чтобы вам дали вот такое-то внимание, чтобы еще что-то. То есть тут много-много всего. И если вы не раскрутите, для чего вы запустили в себе процесс на минимизацию жизненного пути, то о каком вообще бессмертии мы можем говорить? И люди, которые не могут выйти на какие-то длительные сроки на жизнь без еды и без жидкости, они же не могут выйти не потому, что у них что-то с головой не то, не потому, что у них какое-то не такое тело, а вот у людей, которые живут без еды, там бритарианцы, праноеды, солнцееды, автономы, хоть как их назовите, они же не особенные люди, просто эти те люди, которые на сегодняшний день настолько снизили важность еды, что в их жизни она не имеет каких-то, она не имеет того жизненного ресурса, за который они должны цепляться. То есть это настолько мелкие эмоции, которые уже неинтересны, и именно поэтому они могут обходиться без еды, не потому, что они особенные, а потому, что важность этой еды на данном этапе их жизни, он ушел, то есть этого нет. И когда вы приходите к этому состоянию, вы можете идти уже в следующее. Но мы не можем перепрыгивать там с одной ступеньки на другую, нам нужно обязательно проходить каждую ступенечку. И когда мы проходим вот эту вот ступеньку, когда у нас важность еды снижается в нашей жизни, важность эмоций от еды снижается, потому что я уже говорила, что эмоции — это поверхностно, это искусственно. Эмоции — это то, что мы можем получить здесь и сейчас. Эмоции — это то, что мы можем схватить в пространстве. А чувствование — оно внутри. И чувство, чувствование — это истина. Истина нас. Но мы очень так мало заглядываем внутрь себя, потому что мы себя не знаем. Эмоции, они более спокойные. Чувствования, они более спокойные. Они истинные, они настоящие, они ровные. А мы привыкли вот к этим перепадам, что «ох, вот здесь вот классно, вот здесь вот круто, вот здесь вот то, вот здесь всё». И мы стараемся вот эти вот гормоны себе максимально получить. А их от чего можно максимально получить? Конечно же, от еды. И когда мы говорим, чтобы получить следующий гормон, тебе нужно перейти вот сюда. Но следующий гормон твоего счастья, твоего внутреннего чувства несчастья, он уже будет не такой. Он уже будет достаточно ровный, потому что оценочность из твоей жизни уходит. И только когда это состояние ровности у тебя возникает, ты можешь начать чувствовать своё тело. И когда ты начинаешь чувствовать своё тело, когда ты начинаешь чувствовать, что происходит внутри тебя, кто ты есть внутри этого аватара, что есть для тебя этот аватар, какую функцию он несёт в этом материальном мире, то с тобой начинают происходить немножечко другие вещи, с тобой начинают происходить другие осознания, другие осознания самого себя, другие осознания процесса этого мира. И только после этого ты понимаешь, что всё вот это вот веселье начинается как раз за этой ширмочкой, за этой шторкой, в которой ты жил всю свою какую-то жизнь. Ну, это я так вижу, это я свой мир описываю. И когда ты переходишь эту черту, когда ты заглядываешь уже в следующее, когда у тебя уже уходит сон из твоей жизни, когда ты начинаешь по-другому, не более ярко, я бы сказала, а более глубоко смотреть на каждую деталь своего мира, то тогда ты начинаешь познавать, для чего тебе жить дальше, для чего тебе нужны ещё дополнительные 100, 200, 500 лет, для чего они тебе нужны, чтобы что познать, чтобы что. И когда у тебя приходит это понимание, когда у тебя приходит это осознание, тогда у тебя приходят эти механизмы, как с этим быть, как это выстроить в тот процесс, чтобы максимально ты смог реализовать то, что ты чувствуешь внутри. Я не знаю, понятно ли я объяснила или нет. Я сейчас прочитаю тогда вопросы, какие есть, если есть. А вы мне зададите, может быть, если я что-то упустила. Звук пропадает. Написали, или это раньше написали. Светик, ну ты сейчас себе уже это поставила, срок, сколько сейчас будешь, на сколько ты зашла сейчас? Зашла куда? Ну, по поводу этого. Ты говоришь, можно программировать себя, на сколько ты будешь жить. Слушай, ну я... Нет, я программировать себя нет, потому что я еще не знаю, то есть я не могу себя запрограммировать, потому что я понимаю, что то, что я сейчас знаю, это практически ничего не знаю. То есть если я раньше себя считала, что там я вот в этой сфере могу что-то рассказать, я в этой сфере, я вот такая вот здесь вот эрогированная, и здесь вот я такая креативненькая, то сейчас я понимаю, что я вообще ничего не знаю, и поэтому какой-то срок устанавливают, но это как минимум глупо. То есть это уже идет в потоке, То есть ты понимаешь, что чем больше ты заинтересован в этом познании, чем больше ты заинтересован в том, что происходит с тобой, тем больше ты сам себе даёшь вот эту вот возможность. Это так, как я сейчас вижу. Возможно, по-другому я увижу немножечко через какое-то время. Потому что я этот процесс видела уже, наверное, несколько месяцев назад, но я его не могла описать для самой себя. И, возможно, через какое-то время я его опишу немножко по-другому. Может быть, более полно. Может быть, более уже структурировано, чтобы было это понятно на какую-то там, на широкую публику, может быть, так сказать. Не знаю. Ну ты, пожалуйста, тогда меня… Вот сейчас смотри, как я из твоих слов понял, да, что якобы можно, ну, вообще тело программирует на определённый срок жизни, да. И как я понял, что ты сказала, что можно программировать тело на определённый срок жизни. Но мне не нравится это слово «программировать». То есть программировать – это какой-то конечный результат. А я как раз говорю про то, что если ты понимаешь, к чему ты идёшь, ты как бы увеличиваешь. Ну просто как бы все примерно, в общем, программируют себя на определённый какой-то срок, и как бы к этому всё простраивается, да. Поэтому здесь получается просто ты не программируешь, а автоматически всё это как бы на автомате. Это по-другому уже приходит, Андрюш. Это приходит немножко… То есть если сейчас мы это говорим с вами… Вот сейчас у нас с вами идёт диалог через ум. А я пытаюсь этот диалог через ум передать сюда, который идёт через чувствование. И это как бы как с двух разных языков пытаюсь донести вот каким-то общепонятным, единым. И я понимаю, что я доношу только самую верхушечку. То есть всего вот этого айсберга, который есть внутри, я его даже донести не могу, потому что его словами очень сложно описать. Мы умеем описывать эмоции, но чувствование мы практически не умеем описывать. И когда я ребят прошу, например, там на марафонах, я говорю, напишите столько-то, такие-то эмоции и такие-то чувствования. Если эмоции ещё возможно написать, то чувствования практически нет. И когда это говорится, они говорят, о, я напишу, я там чувствование вообще, я весь такой чувствительный, я сейчас напишу. На следующий день мы начинаем это прорабатывать. Они говорят, а как бы и здесь эмоции, и здесь эмоции. А что тогда такое чувствование? Понимаешь? И я пытаюсь сейчас вынести вот эти вот чувствования в слова. И это очень сложно. Поэтому я вот и говорю вот самую-самую такую верхушечку, которую, чтобы хоть немножечко донести, что это только начало. То есть если вы идёте этим путём, то там, где мы стоим, это вообще ясли. Это даже не первый класс, это вообще ясли. Потому что там начинается столько всего интересного. И я увидела совсем-совсем граммулечку того, что я вообще могла увидеть. И когда я общалась с определёнными людьми, я очень мало с кем общалась, сразу говорю, потому что очень чётко понимаю, что этих людей достаточно много. И когда я общалась с определёнными людьми, то люди, которые проживают достаточно длительный срок на этой земле, которые вот прожили уже достаточно длительный срок на этой земле, им больше лет, чем мне, так скажем, на несколько сот. Они даже когда говорят, мы с вами уже говорили о том, что каждое слово – это как код, это как код ДНК. Оно как будто бы вот пьётся. И люди, которые уже длительное время живут в этом материальном мире, они даже когда говорят, вот их слушаешь, и просто, знаешь, можно сесть так и просто миловаться. И причём они выстраивают эту речь настолько красиво, настолько грамотно, настолько гармонично, что каждое слово, которое они говорят, оно полностью тебя пронизывает. И это только минимальная часть того, что вот эти вот умения их. И это очень круто, и это очень классно. А можно я здесь отвечу на вопрос, потому что он достаточно важный, может быть, это кто-то для себя спрашивал. Без еды, тем более без жидкости и сна невозможно. Елена, вам невозможно, да, возможно. Возможно, вам невозможно. Светлана задаёт. А если ребёнок уже родился больным? Если ребёнок уже родился больным? Смотрите, ребят, если ребёнок уже родился больным, это тоже можно всё раскрутить, потому что вот как некоторые говорят «карма», да, я немножечко не из-за слова «карма», я всё-таки ближе к какому-то такому уже современному подходу, да. И я считаю, что это всё-таки не «карма», какое-то паттернное поведение, связанное с определённым кругом общения, который был у твоей мамы, у твоей бабушки, у твоей прабабушки, точно так же касаемо и линии отца. И когда мы говорим, что если ребёнок уже родился больным, у меня был вот этот вот ретрит, который закончился недавно, и, естественно, там идут достаточно глубокие проработки ребят. И у одной девочки, мы её проработали, и у неё всплыли те воспоминания, то есть нам пришлось настолько глубоко залезть в её подсознание, чтобы вытащить определённую проблему, что она вспомнила тот момент, когда она была уже в животе у мамы, мама хотела абортироваться, то есть сделать аборт. И она даже выпила определённую там, ну, таблетки выпила, чтобы был выкидыш. И она вспомнила то своё состояние, что у неё был выбор. Ты останешься, как бы будешь в этом мире, или ты уйдёшь? И она приняла решение остаться в этом мире. И когда она родилась, и вот эти вот все 43 года, которые она живёт, она живёт в состоянии вины. Она всё вот это время, пока мы её вот не раскрутили вот на ретрите, она жила в состоянии вины, что она якобы испортила маме жизнь, мама хотела избавиться, а она решила остаться. То есть что она приняла за маму это решение, вот такое вот. И, естественно, из этого всего вылезла определённая картина её жизненного пути. И когда ребёнок уже рождается больным, это тоже, смотря какое заболевание, но, тем не менее, я так полагаю, что можно... Я не могу сейчас сказать про каждого человека, потому что мы сейчас разбираем неопределённую ситуацию, потому что ребёнок уже родился больным. Больным это, может быть, кто-то считает, что там без какой-нибудь конечности. Больным это с определённым диагнозом. Больным это такой, который, например, вообще абсолютно лежачий или ещё что-то. Я не знаю, про какую болезнь конкретно сейчас говорится, но, тем не менее, что каждую болезнь можно понять. Либо ребёнок родился, что у него было, то есть раскручивать вот эту вот цепочку, раскручивать до его зачатия, либо уже смотреть поколение мамы, поколение папы, почему это, чтобы что. Этот ребёнок такой родился, чтобы для определённого какого-то процесса. Не бывает у нас каких-то случайностей, и не бывает таких моментов, чтобы вот родился просто, потом всё было замечательно, и вот такое вот произошло. Каждая ситуация с нами происходит, потому что и каждую её можно осознать. И когда мы осознаём каждый процесс, который касается, например, непосредственно меня, непосредственно вас, то, исходя из этого процесса, вы можете корректировать своё восприятие. Когда вы корректируете своё восприятие, ваша картина мира, естественно, меняется. Меняется с той позиции, как вы уже смотрите на этот мир. Вот. Готова на следующий вопрос ответить. Я ответила, Андрей, на твой вопрос? Да, спасибо, Светлана. Так получается, чувства и эмоции – это разные, да? Чувства – это как бы ты чувствуешь, эмоции – это из-за того, наверное, то, что ты себе там запрограммировал по жизни. Эмоции – это поверхностные, да, это поверхностные, и это больше искусственные. Я бы так их назвала. А чувствование – это то, что есть в тебе, это то, что есть ты. И когда ты возвращаешься на чувствование, то у тебя происходит вот эта вот ровность. Потому что всё, все вот эти вот колебания – это только эмоциональные эмоции. Чувства всегда неблагие. То есть нету хорошего и плохого в чувствовании. Спасибо, Светлана. Тут вот Оля подняла руку спросить. Ольга, спрашивайте. Да, добрый вечер, извините. Я очень рада присутствовать сегодня на этом эфире. Светлана, я недавно познакомилась с вами заочно. И мне нравится ваш подход, ваши объяснения, вот это ясное, спокойное и в то же время очень глубокое понимание и попытка объяснить это. И я хочу просто… Просто сегодня так случилось, что я читала Арнольда Эрета, где он говорил о том, что голодом… Ну, в то время это был конец XIX – начало XX века. Ещё был голод. Голодом можно излечить болезни, которые в нас живут от наших предков. Это немножко вот про это кармическое какие-то ситуации. Он также об этом думал. И о чём я хочу сказать, что вот вы говорите, прежде надо понять, для чего пришла болезнь, прежде чем идти в освобождение от неё. Но это один из вариантов, это один из путей, я не спорю. Но мне кажется, он не единственный, потому что можно начать, даже не понимая, даже не зная, но начать с очищения себя, с очищения своего тела. И когда будет тело, примет какую-то частоту, появится частота, ясность мысли, ясность ума. И могут прийти понимания уже задним числом тех проблем, с которыми мы сталкивались в начале ухода в автономию. Что вы думаете об этом? Да, безусловно. Я об этом и говорю. У нас есть у каждого очень-очень много граней. И мы не можем только один. То есть если мы смотрим на дом, и у него, например, зелёная стена, мы не можем сказать, что этот дом зелёный. Мы можем только сказать, что у этого дома вот эта стена зелёная. Пока мы не обойдём весь дом, мы не узнаем, какого он цвета, сколько у него, какая у него форма. И я заходила точно так же, я заходила из состояния заболевания. То есть я не могла по-другому вести другой образ жизни. То есть я не стремилась ни в какую автономию, ни в какое неедение, ни в какие там осознания, прознания, там ещё что-то. Меня вполне устраивала та жизнь, в которой я жила. Но моё физическое здоровье меня подтолкнуло к другому. И я зашла с другой стороны. Просто на сегодняшний день я уже, наверное, говорила, что у меня есть ребята, которые и онкобольны, и какими-то недугами, заболеваниями, с которыми мы прорабатываем через психику. Есть те люди, с которыми мы прорабатываем через физику. И у каждого есть свой подход. Где-то идёт комбинирование. И если мы будем рассматривать только какой-то один процесс, то это, наверное, будет в любом случае как-то неполно. То есть мы должны смотреть и с одной стороны, и с другой. И я уже неоднократно говорила, что жизнь без еды и без жидкости это всего лишь инструмент. Когда наше тело очищается, наша голова начинает думать по-иному, по-другому. И эти мысли для нас не всегда привычны. Мы не всегда их можем даже принять. Поэтому нам кажется, я так начинаю там остро ощущать запахи, видеть другие цвета, вот какую-то ситуацию воспринимать по-иному, по-другому. Да, это действительно так происходит, потому что это просто как минимум непривычное для нас состояние. И можно подходить, конечно же, с разных путей, с разных сторон. И это здорово, когда идут, когда находят свой путь. Это здорово, когда идут не за кем-то постоянно, а приглядываются к одному человеку, к другому, к третьему. То есть берут и комбинируют то, что тебе подходит. На практике самого себя. Спасибо. Я согласна с вами, конечно. И если интересно, мое понимание чувствования, но это как если бы представить, что дух, опускаясь в наше тело, мог соприкоснуться с материи. И вот эти все ощущения духа при соприкосновении с материи через наши вот эти вот пять, как они называются, элементов, да? Через звук, через запах, через глаза, через тактильные ощущения. Вот чувствование, это как... Если бы дух чувствовал вот эту материю, как бы он ее чувствовал? Вот мне кажется, это об этом. Спасибо. Да, это ближе. Велегор хочет вопрос задать. Да, конечно. У меня вопрос. Скажите, а вы бы хотели, ну, лично встретиться с кем-нибудь, кто прожил лет пятьсот или семьсот? Ну, я с несколькими людьми виделась. Ух ты, это очень интересно. А про эти встречи вы рассказать можете или это как секрет? Да, я думаю, что смысла нет, потому что это такая тема, знаете, чтобы я не рассказала по этой теме, это начнется... Как вы узнали, сколько им лет? Проверяли ли вы документы? Откуда у них эти документы? А это подделка, а это монтаж, а это неправда. Поэтому смысла нет. Если... Я считаю всегда так, что как только вы начинаете готовы быть к чему-либо, к вам эта ситуация, к вам эти люди, к вам эти знания, они всё равно придут. И именно поэтому мы сейчас занимаемся, делаем такой клуб, клуб, где будем конкретно говорить, будет несколько стадий познания себя, именно клуб о бессмертии. Он будет, скорее всего, в Сочи, возможно, даже на Красной Поляне. И там будут определённые люди, которые будут там и принимать участие, и сами как-то... И спикеры будут тоже в этой теме, и люди, которые уже готовы к познанию следующих других знаний. Такое тоже. Сейчас работаем над этим. И сколько, какой срок вообще примерно, хотя бы можно так узнать нам? Срок чего? Жизни. Ой, ну я думаю, что... Насколько я сейчас знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, чтобы познать вот эту вот плотность, которые... Вот эти плотности, которые можно пройти в этом физическом теле, эти знания через эти плотности можно пройти примерно тысячу лет. Потом уже будут следующие познания, и уже вот это вот физическое тело, я думаю, что будет неактуально. Это мои сейчас видения. Возможно, я ошибаюсь. Да. А вы не слышали, что существуют школы, куда берут только от 300 лет? Потому что до 300 считается, что ещё детство играет в одном месте. Ну, я уже, наверное, рассказывала, я не знаю, может быть, я только в закрытом клубе рассказывала, что это же открытая информация, но сейчас её, наверное, уже... Наверное, она как бы и открыта, но не столько актуальна, что её тяжелее найти, но изначально было такое... Изначально и было такое, и наше тело, оно в принципе... Оно в принципе начинает созревать к 40 годам. Почему изначально семьи планировались после 40 лет? Потому что организм женщины созревает к детородному возрасту, если его не загаживать там всем, чем мы любим, к 40 годам. И что такое семья изначально было? Это семья. То есть ты вот здесь вот со своим мужем, да, три поколения вниз, то есть твои мамы, твои бабушки, твои прабабушки, и три поколения вверх, твои дети, твои внуки, твои правны. Если посчитать вот эти вот семь, я вот эту вот... Как их называть-то? Вот эту вот семью, этот клан, которые жили в одном месте, это примерно и будет от одного до другого, это примерно и будет тысяча лет. Вот. И это достаточно... Я просто немножечко... Когда этой темой заинтересовалась, когда вошла в состояние жизни без еды и без жидкости, то меня очень интересовало, к чему я могу прийти. И когда я стала поднимать вот эти вот документы, эти вот бумаги, то я посмотрела, да, действительно, это было. И у тела не было вот этой вот дряблости. То есть люди не умирали от того, что они были беспомощными, лежали там, под себя ходили, там последние слова какие-то, там вся семья собирались, весь род, весь клан там или еще что-то. Просто уже когда глава семьи понимал, что в этой плотности ему уже все, как бы он все сделал, что мог, это примерно тысяча лет проходило. И вот этот вот старец, он просто покидал эту землю, он просто уходил. Никто его не закапывал, не было никаких похорон. Он просто уходил, и как это описывалось в Писании, то он как бы расщеплялся, что ли, в световой тексте. Я не могу сказать, что было потом, как бы это такие уже несколько разных версий. Поэтому, но то, что наш организм созревает к 40 годам, это можно спокойно просмотреть по медицинским показателям, на что у нас организм вообще рассчитан. И действительно, организм женщины и мужчины созревает к 40 годам. Если мы его не будем, ну, если бы у нас не было такого образа жизни, наверное, так бы я сказала. Про телосвета я тоже уже много раз слышал. Вот тут как бы есть возможность такая, жить дальше, да, и все равно расстроиться в теле света. Опять же, для чего и зачем? Вот тут тоже нанекает такой вопрос. Как бы и кто вообще этим всем заведует и для чего, да? Кому заявление написать? Да, да, кому написать заявление, и как раз это мне тоже все интересует. Как бы познать себя, опознав, а дальше что? Для чего вообще все это? Зачем? Физическое тело, вот этот весь мир, да, как бы здесь есть тоже вопросы, поэтому... Ну, да, потому что я еще раз повторю, то, что мы знаем, то, что я сейчас знаю, про себя буду говорить, да, это настолько маленькое, то, что мне вот сейчас вот открывается каждый день, это просто настолько все, вот настолько глобализация этого всего, что я даже не предполагала. настолько много вокруг нас вот этой информации, которую хочется передать, которую хочется как-то ее восстановить, чтобы она... чтобы наша жизнь была более комфортной, так что ли скажем, потому что мы вообще изначально рождены это для счастья, но мы даже не знаем, что такое счастье. Вот в чем беда-то. Мы не можем прийти к счастью, потому что мы его не знаем, мы не знаем, что это такое. Мы знаем слово «счастье», но у каждого свои критерии, то есть кто-то разбивает по слогам, по буквицам, кто-то вкладывает в свой какой-то, свой определенный контент, который, например, ему рассказали там его родственники, его бабушки, его близки, что счастье – это вот это вот, то, что вот он прожил, а по факту мы даже не знаем, что такое счастье, и мы не можем к нему стремиться, мы постоянно несчастны, потому что мы не можем быть в процессе счастья постоянно. Мы все время думаем, сейчас вот это вот сделаю и буду счастлив. Сейчас вот это вот сделаю и буду вот это. Сейчас с понедельника пойду в зал, и у меня будет вот так вот. Там с понедельника туда-то, и у меня будет вот это. Мы не умеем жить в процессе этом, и мы не умеем испытывать счастье, потому что мы не умеем испытывать чувствование. Мы все время прикрываемся эмоциями. А счастье — это не слово, это чувствование внутри, за чувствованием. То есть счастье — это когда ты убираешь эмоции, когда ты уже начинаешь жить чувствованием в этой ровности, и когда ты начинаешь жить чувствованием, только за чувствованием идёт вот это состояние счастья. И оно абсолютно другое. Это не то, что мы говорим в слове «счастье». Может, там в Ютубе какие-то вопросы есть? Да, давай, почитаю. У меня постоянно слезы по любому поводу, смеюсь до слез, сочувствую со слезами, с одной стороны очень помогает, с другой очень мешает, нужно найти причину, видимо. Ну да, причина, она, конечно же, налицо, то есть это эмоциональность, которую ты либо хочешь показать, либо хочешь скрыть. И что такое слезы? Слезы – это в любом случае какой-то показатель какой-то твоей эмоции. И тебе для чего-то нужен вот этот показатель, не сама эмоция, а показатель, как бы вот этот вот критерий. И нужно разбираться, то для чего. Света, прошу подробнее хотя бы несколько слов про долгожители. Немножечко сказала. Эта информация как бы не для всех, она не для всех усвоится, поэтому не вижу смысла про неё много говорить. Вот тут, Светик, я перебью тебя, тут написал Михаил интересный по этому поводу. Думаю, если нет далеко идущих целей, ценных с точки зрения мироздания, то хорошо, если получится прожить до 70 лет. Ну, как бы потом о чём ты говорила, да? Да, абсолютно верно. Ну да, вот тут тоже Александр пишет. Быть бессмертным ради… Или ты это читал? А, быть бессмертным ради того, что кто-то живёт 500, 700 или больше лет, смысла нет. Самое главное – качество жизни, а не срок. Если качество устраивать, то срок уже не проблема. Нет, тут дело даже не в качестве жизни. Качество – это тоже поверхностный такой критерий. Качество – это чтобы что? Для чего вам это качество? То есть вы можете купить качественный автомобиль, а можете купить некачественный автомобиль. Но если вы никуда не ездите на автомобиле, зачем вам либо качественный, либо некачественный? Здесь дело в другом. Зачем вам вообще эта жизнь? А если вы понимаете, для чего вам какое-то определённое познание, то под это познание будет выстраиваться ваше качество? Получается, важна в любом смысле, короче, важна цель, да? Как бы в цель идёт энергия, и без цели как бы никуда. Ну да, это как бы не совсем цель, но ближе к цели это. Да. Светлана, как выглядят долгожители? Как старики или моложе? Но я встречалась с женщиной, она выглядела как такая, такая как женщина без возраста, достаточно ухоженная, примерно где-то от 40 до 47 лет, и прям, ну, как бы, внешний вид как ухоженности такой. Я не знаю даже, как это описать, это немножечко по-другому выглядит. Но не сморщенные. Идти в другие разумы, в другие оболочки, пока стили на Земле, осваивайте другие галактики. Окей. Найден ли метод омоложения людей? Ваши клетки... Ребят, тут не нужен метод омоложения людей. Смотрите, у нас всегда всё на поверхности, мы всё время пытаемся что-то найти. Ну, вот, к примеру, вот смотри, вот ты можешь найти крем? Вот, Андрей, ты можешь найти крем, вот, который я держу? В смысле найти крем? Ну, вот найти, ну, вот как бы через экран сложно сказать, ну, вот я держу крем и говорю тебе, найди крем. А, ну да, конечно, я вижу крем, могу его найти, может, тебя он, да. Вот, но, а я говорю тебе, найди. Ты говоришь, я вижу, а я говорю, найди. То есть, понимаешь, мы то, что стоит на поверхности, мы это найти не можем, и мы постоянно ищем что-то в другом месте. И то же самое, это уже вот настолько наукой всё изучено, настолько нам уже сказали это со всех сторон, что наши клетки имеют свойство регенерации, постоянной регенерации. И самое, что нужно, основное для того, чтобы эта регенерация была, чтобы клетки, и клетки, они могут общаться между собой. Это научный доказанный факт. Чтобы клетки между собой общались, что нам нужно? Нам нужно, чтобы каждая клеточка видела каждую клеточку. Чтобы каждая клетка, ну, это я простым языком говорю, естественно, не медицинским. Чтобы каждая клеточка видела каждую клеточку, что нужно для этого сделать? Очистить межклеточное пространство. Как оно очищается? Либо жизнью без еды и без жидкости, либо с минимизацией и облегчённым питанием. Чтобы межклеточное пространство, межклеточная жидкость была максимально чистой. Тогда как бы клетки будут между собой общаться и регенерировать. Получается, мы потеряли связь с самим собой, и я крем вроде вижу, и не вижу. Да. Все же намного проще. И понимаете, самое, что мы же все прекрасно знаем, чтобы что-то спрятать, нужно положить на самое видное место. И нам все время, все наши доказательства, мы все время любим копать. У нас даже элементарно, у нас выбросили из лексикона слово «ложить». У нас все говорят, ты что, ложить, класть. У нас настолько это на подсознание засунули, потому что что такое ложить? Мы ложим то, что наверху, а кладем то, что внутри. То есть клад, внутрь, кладем. И у нас все, у нас с подсознания, с под корочки, нам все вот это вот, каждой мелочью нас все время уводит, что нужно копать, копать, клад, кладешь. Ложить это не то слово, это неправильно, это безграмотное слово. У нас все убрали, то, что на поверхности, у нас все убрали. Но чтобы мы до этого не докопались, все самые главные ответы всегда кладут на поверхность, ложат. И поэтому про эти клетки уже миллион всяких научных доказаний, доказательств уже сказали и с этой стороны, и с этой стороны, и с этой стороны. Но мы все равно будем докапываться. А где же этот эликсир? Что такое выпить нужно? Я не про материальное, а про чувствование. Качество жизни определяется чувствами. Если человек ничего не чувствует, тогда он не живет. Но важно чувствовать внутри себя что-то. Ну, возможно. Мне кажется, я ответила на этот вопрос. А если человеку уже после 60 тоже пойдет омоложение, что вы думаете, Света? Ребят, я могу сказать, что я совсем недавно, когда меня приглашали на слете в ведрусе, ко мне подошла женщина, ей около 90 лет, то есть 80 с копейками. И мы с ней начали разговаривать. И она говорит, вот я несколько лет назад начала вот такое-то определенное, то есть минимизировала свое питание. Она его не полностью убрала, ну, она буквально там какие-то несколько крупинок там в какое-то определенное количество времени есть, не каждый день. И я первый раз видела человека, то есть она говорит, вот у меня с такого года начался процесс назад, омоложение. И вот она в 90 лет, у нее нет пигментных пятен на руках, как обычно бывает. У нее морщинки разложат. То есть у нее даже нет вот гусиные лапки, это называется, да, по-моему, когда после там скольки-то лет появляются. У нее настолько разглаженная кожа, что если бы она не сказала, что ей 90 лет, я бы никогда бы не поняла. Да, и она начала эти процессы познания себя после практически около 70 лет. Поэтому когда мне говорят там, что, ой, ну вот мне же уже там 60, мне же уже там 70, ну, ребят, как бы все зависит от вас. Это же насколько вы готовы идти, насколько вы готовы поменять свое осознание, что все, что вы задаете программу как минимум самого себя. Светочка, была у нас прошлое, и будет ли еще кроме настоящей жизни? Твое мнение, благодарю. Ну, если мы говорим, что не в этом теле, если, то да, потом как бы есть у нас. Я уверена, по крайней мере, мне кажется, потому что я вспоминала, и у меня даже у деток, когда детки рождаются до трех лет, они очень часто рассказывают о своей прошлой жизни. Что они были, как они были, где они были, и у них это очень ярко, потом они начинают забывать эти моменты. Вот, поэтому то, что касаемо прошлой жизни, я уверена, что да, а то, что касаемо следующей жизни, ну, я так полагаю, что, наверное, мы все-таки в другую плотность перейдем. Ну, это не могу сказать насчет следующей. Я пока не готова на этот вопрос ответить. Но то, что прошлое, я уверена, что да. У ребенка совершенно нет памяти. Учимся во втором классе. Угроза интерната для слабоумных. Ох, ну, у вас у ребеночка нет памяти не потому, что у него нет памяти. Нам вообще память нужна для... Я бы, наверное, сказала так, может быть, вот сейчас обижу. Память нужна для слабоумных, потому что люди, которые могут брать информацию здесь и сейчас, им память не нужна. То есть им достаточно помнить какие-то определенные моменты. Все остальное они могут брать отсюда. Просто вам нужно понимать, почему ребенок... Как ребенок может брать информацию здесь, потому что он абсолютно точно может ее брать. И то, что у него нет памяти, это говорит о том, что он... Что у него развиты, достаточно развиты вот эти вот способности. И, наверное, нужно понять, как их... Как их раскрыть, наверное. Вот так. Как их активировать. Потому что память нужна, да. Я так вижу, память нужна для тех людей, которые не совсем готовы к каким-то восприятиям. Потому что я могу сейчас сказать, что у меня памяти нет абсолютно. Может, скорее всего, какая-то блокада стоит там. Этот ребенок может брать информацию здесь и сейчас. Информация вся. Мы все находимся в информационном поле. И просто тот момент... Может он ее взять сейчас вот из этого пространства или не может? И если не может, по каким причинам? Просто это нужно разблокировать. Почему он не может ее взять? И все. Память ему расширять, чтобы туда складывать. Все не нужно. Перегружать свой процессор. Это абсолютно незачем. То есть у кого есть память, они всегда... У них есть всегда предел. У кого нет памяти, у них нет предела, они берут просто информацию. Они берут информацию, воспользовались, убирают, воспользовались, убирают. У кого есть память, то у них есть, конечно же, этот предел памяти и все. И они, когда наполнены, они не могут в себя вложить другую информацию. Все. Все. Вопросы в Ютубе закончились. Тогда, Светик, можешь описать, что такое смерть в твоем понимании? Смерть в моем понимании? Ну, ее вообще как таковой нет. Я не могу сказать, что мы как-то рождаемся или умираем. То есть это же тоже восприятие, насколько нам вот сейчас только с ребенком учили определенный предмет. Он у меня в третьем классе. И там как раз рассказывалось, что люди, когда умирают, у них есть 3 дня, 9 дней, 40 дней, год. Но это же такая ерунда, как мне кажется. То есть мы сейчас с вами говорим о том, что, и я абсолютно в этом уверена, что человек себе расширяет рамки своего физического присутствия в этой плотности до такой стадии, до какой он может принять ту информацию, которая дана ему в этом физическом теле для определенных процессов. И если он ей максимально воспользуется, то он просто потом перейдет в другую плотность, не с этим физическим телом. Именно поэтому я не могу сказать, что есть смерть. Но если мы говорим о тех людях, которые не готовы принимать на каком-то этапе познания себя, то не факт, что они будут перерождаться в следующих. Я не вижу, что каждый человек в общепринятом понимании, когда он умирает, что он обязательно перерождается. То есть есть некоторых людей или некоторых душ, как правильно назвать, обнуление. То есть не все перерождаются, не все встают обратно на свой виток, чтобы еще раз его пройти. Я бы, наверное, так сказала. Я вопросы только с зума не вижу, ребят. У меня потому что включен YouTube. Сейчас я посмотрю. Спасибо. У вас было воспоминание с прошлой жизни? Моментов или… Да. В общем, у вас было воспоминание с прошлой жизни каких-либо моментов? Ну, да, я две своих жизни помню. Я бы не очень хотела их озвучивать, потому что они такие достаточно личные. Я их помню. Я могу сказать, что у меня и младший, и старший ребенок тоже помнили свои жизни, причем старший до пяти лет, а младший до трех лет абсолютно четко рассказывал, что с ним происходило. Поэтому я говорю, что до трех лет детишки практически все помнят свою предыдущую жизнь. Хорошо? Светлана, вы тут оставили такую интригу маленькую. Я думаю, может быть, как-то один день как-то подумаем сделать какой-то митинг, чтобы рассказали больше про долгожителей, те же, которые вы встречались. Может, отдельную группу соберем, которых не будет глубоких вопросов, чтобы не портить атмосферу. Как вы думаете? Я с удовольствием, конечно, можно. Мне эта тема сейчас интересна. Ну, давай. Тут еще вопрос сейчас. Светлана, что для тебя пробуждение, просветление? Как думаешь, почему много знаний, а до сих пор нет нормального образовательного процесса для детей? Ну, ребят, вообще я не люблю, я уже говорила, я не люблю так эти слова пробуждения, просветления. Я не помню, какой за каким процессом идут, я не знаю, где какая чакра, что за что отвечает. То есть для меня это такой темный лес, потому что мы настолько, настолько мы готовы, каждый к этому процессу, и, наверное, то, что считается общепринятым пробуждением или просветлением, это, наверное, те процессы, когда ты идешь уже, когда у тебя эмоции отсутствуют полностью, когда ты можешь проживать этот процесс жизни на уровне чувствования и очень часто возвращаться за уровень чувствования внутрь себя, где есть вот это вот счастье очень общепринято, да? И когда ты можешь брать вот эту информацию, которая вокруг тебя летает, она вся есть здесь, и когда ты ее можешь очень четко брать, тебе не нужна память, ты на каждый вопрос, у тебя есть определенный ответ. Это те состояния, когда ты можешь ловить эту информационную волну, чтобы уже четко понимать, то есть видеть, если, например, мы с тобой, вот, Андрей, общаемся, да, и мы с тобой встали на одну информационную волну, то я могу с тобой увидеть там, где ты есть, через твои глаза, потому что информационная волна, она не прерывается, ее нельзя оборвать, ее нельзя захлопнуть дверью, ее нельзя как-то обрубить, то есть это те люди, которые абсолютно четко могут подключиться, естественно, совместно, то есть не без твоего ведома, абсолютно четко могут поймать ту информационную волну, с кем он общается, чтобы очень детально видеть не только то, что где ты находишься, находишься, но и слова, мы, вот слова нам нужны только лишь для того, для тех, кто не умеет общаться телепатически, так скажем, грубо, да, потому что я уже не раз говорила, что когда мы говорим про одно, мы можем говорить про одно и то же, но восприятие у каждого разного, то есть я тебе говорю, будешь яблоко, и я себе представляю маленькое зеленое яблоко, а ты говоришь буду, и представляешь себе красное крупное яблоко, и там, и там мы говорим про яблоко, но ты мое яблоко не хочешь, а свое хочешь, то есть про одно и то же идет речь, но абсолютно в разных контекстах, и когда мы научаемся ловить себя друг друга на определенной волне, то мы можем смотреть с разрешения человека именно вглубь него, через него своим восприятием. И вот это вот максимальные процессы, про которых, наверное, вот общепринято говорить, что это просветление, но это такая маленькая ступенька, то есть ты можешь остановиться на этом просветлении, а можешь идти дальше, то есть просветление – это как определенный обучающий момент, чтобы ты мог воспользоваться той информацией, которая лежит в этом пространстве, в этой плотности, ты можешь остановиться на ней, можешь идти дальше. Вот так вот я это вижу. Вот тут вопрос еще. В мегаполисе, наверное, нереально себя услышать так глубоко, кругом волны сбивающие. Тебя сбивают какие-то волны, Светлана? Ну, я вам могу сказать, ребят, что изначально, конечно, да. То есть я изначально, когда заходила, когда у меня был, особенно когда я заходила на 4 месяца, вот, без еды и без жидкости, и у меня был определенный момент, когда я вышла именно на еду, потому что я не смогла справиться со своими эмоциями, да. И изначально, когда я чувствовала, чувствовала запахи какие-то, я чувствовала цвета более глубокие, я видела, когда мне человек говорит что-то, а я его воспринимаю как себя. Я очень четко вижу то, что есть в нем. Но не всегда даже тот человек готов себе признаться, что в нем это есть, а я это вижу. И настолько это все, когда обостряется, изначально тебе кажется, ой, так клево, так классно, вот я вот весь такой вот все знаю. А потом ты понимаешь, что ты постепенно сходишь с ума. Потом ты понимаешь, что человек, проходя с тобой рядом, ты чувствуешь, какие у него вибрации, ты чувствуешь, какое у него состояние. И да, это сбивает. И вот в определенный момент я не смогла с этим справиться. Я вышла на еду, потому что я понимала, что либо я сойду с ума, либо мне нужно выйти и дальше проработать эти моменты. Вот это да, это нормально, это реальность, но это для меня нормально. То есть я вышла, проработала с собой определенные вещи и по новой зашла. То есть у меня такие были процессы. Светлана, если бы сейчас вам пришлось родить ребенка, как бы вы его кормили? Без еды или маленькие еще должны расти? Ребят, я уже говорила, что мое мнение, что такое, я в своих, я сейчас не буду полностью весь процесс вам говорить, да, но молозиво, это когда мамочка рожает, первые три дня еще нет молока, есть молозиво. Молозиво, это такая пробка, достаточно жирная, она как масло. Это именно тот процесс, когда всю пищеварительную систему ребенка промываешь, потому что у него там скопились околоплодные воды, у него там скопилась кровь запеченная, потому что он же питается через пуповину, он заглатывает околоплодные воды, и чтобы это все вышло, вот это как раз смазка, мамина, природная, молозиво, оно нужно для того, чтобы прочистить все внутренние органы. И каждая мамочка, наверное, знает, что когда ребеночка кормишь молозиво, то первые три дня у него выходит черный кал, то есть запекшаяся кровь. И потом уже процесс кормления грудью, это так назвали, кормление грудью, но мое мнение, что именно когда женщина дает грудь ребенку, это не еда, это она ему показывает, что это безопасность, она передает безопасность малышу в этом мире, то есть она передает свою любовь, она передает то, что они до сих пор неразлучно связаны, чтобы он не переживал, что он вышел из мамы, и все, и остался один в этом мире. Это как процесс самопознания этого мира, она ему помогает адаптироваться в любви, в этом мире. Это мое восприятие, что такое кормление грудью, потому что если вы помните, то изначально кормление грудью было нормой, до трех, до пяти лет ребенка кормили, и молока было все меньше и меньше, но ребенок был подвижнее и подвижнее, и попробуйте ему дать прикорм. То есть чем больше ребеночку давали, чем раньше, чем больше ребенку давали прикорм, тем больше он выплевывал какое-то время, пока его не приучили. Ребенок не готов самостоятельно к прикорму, как правило. Сейчас немножко другие дети пошли. Поэтому процесс, насколько я бы готова была своего ребенка, если бы сейчас у меня появился, я не могу сказать однозначно, потому что я еще очень мало времени в этом состоянии нахожусь, но я знаю, что уже есть те люди, которые рожают деток автономных. Это тоже открытая информация, насколько я знаю. То есть это мне скинули ссылку, скинули там маленький ролик, и мне скидывали про две пары. То есть две пары, которые в автономном режиме родили детей, и я видела медицинские карты не современных детей, а несколько сот лет назад, где были написаны, что внутренние органы, они были абсолютно другого размера. И сейчас у детишек, которые рождаются либо на малоедении, либо на автономии, у них идут официальные документы, что как недоразвитые внутренние органы, недоразвитые желудочно-жКТ. Это все есть. Желудочно-кишечный трактор. Да, 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 да. Поэтому эта информация, она как бы никому не нужна, ее стараются удалить, потому что она не нужна. Но пока ее мало, ей еще позволяют быть, чтобы посмотреть, как бы точно так же на поверхность ее закинуть, типа ну вот есть дураки, вот посмотрите, они ненормального малыша родились, или с недоразвитым ЖКТ. Чтобы немножечко, как бы тоже такую затравочку для родителей сделали, как бы а как он будет потом жить, если он захочет кушать в нашем социуме. В общем, много всего. Поэтому это такой неоднозначный вопрос, неоднозначный ответ. Опять же, Светлана, скажи еще, что о том, что опять же, ты сама мать должна быть уже, наверное, автономка, чтобы ребенка не кормить, потому что есть такие, которые сами едят, а начинают ребенка уже на автономии. Да, это безусловно. Конечно, конечно, это безусловно. Но я еще раз повторюсь, что я второго ребенка, я первый триместр, я не ела и не пила вообще. То есть первый триместр, когда полностью формируется вся нервная система, весь кровоток у ребенка, все жизненно важные внутренние органы у ребенка формируются в первый триместр. И в первый триместр, то есть я три с половиной месяца при второй беременности я не ела и не пила вообще. И если бы я знала, что можно и дальше так, то я думаю, что я бы, наверное, все девять месяцев с огромным удовольствием бы проходила. Но на тот момент у меня не было таких познаний. Я вышла на автономию не потому, что я хотела, а потому, что я не могла ни есть, ни пить. Я рассказывала как-то это в ролике. И у меня абсолютно здоровый ребенок родился, амбидекстр. То есть амбидекстр, это когда левая и правая полушария работают одинаково, задействованы одинаково. То есть он мог и левой, и правой рукой и писать, и кушать, и двумя одновременно там рисовать, что-то такое. Это у него было. И я думаю, что если вот дальше я была бы в этом состоянии, то скорее всего он бы родился со всеми нашими раскрытыми базовыми настройками. То есть базовые настройки, я считаю, это те, которые на сегодняшний день для нас кажутся какими-то сверхспособностями. Вот так. Да, благодарю за такой посыл. Расскажите, плиз, про зубы. Как регенерируют, что происходит. Ребят, про зубы вы можете набрать в Ютубе, и там прям есть с медицинскими анализами, что происходит в вашем организме, когда идет третья смена зубов. То есть сами медики рассказывают, что происходит. Это не закрытая сейчас информация, ее сейчас достаточно много. И там прям все по полочкам рассказано, что зачем идет, почему они начинают вырастать, и как это вообще происходит. То есть это абсолютно нормальный процесс. Единственное, что я не видела, я лично не встречала таких, лично не разговаривала, я бы так сказала, с такими людьми, у которых сменились все зубы сразу. То есть точечно, да, вырастали новые, но чтобы все сразу сменились, я такого не видела. И, наверное, стоит отметить еще такой факт, что мы все наблюдаем, как у детишек меняются зубы. Зубы меняются в течение нескольких лет. И поэтому, когда мне говорят, а хотели бы вы, чтобы у вас поменялись зубы, но я, наверное, сейчас не настолько готова, чтобы у меня там один зуб вырос, выпал, второй выпал, и чтобы у меня это менялось несколько, как бы, несколькими годами. Если бы там вечером выплюнуть, а утром встал, и там новая сияющая улыбка, то, конечно, бы да. А так пока мне бы хотелось остаться со своими. Пусть кривенькие, но свои. А запись эфира будет? Наверное, будет. Я не знаю. Наверное. В Ютубе нет вопросов больше? Да, вот еще. Как сейчас поживает Амбидекстр, какие успехи? Ну, ребят, я... Так получилось, что я его отдала в обычный садик. В обычном садике, как и большинство наших замечательных педагогов, его переучили на правую руку. Вот так вот я вам скажу. А так, ну, обычный ребенок, я не скажу, что он прям с какими-то сверхспособностями, но немножко, так скажем, здоровее, чем обычные дети. Амбидекстр, это описано в книге Сальваторе «Темный эльф». Я читала его, всегда считаю недоделан, потому что он вырос в подземелье. Не читала. Возможно, будет интересно. Все, вопросы на Ютубе закончились. Друзья, может, у кого-нибудь здесь есть вопросы? Если вопросов нет, то я буду прощаться с вами. Да, получается, что нет. Извините, я про зуб спросила в переписке. Можете зачитать? А, сейчас. Зуб должен выпасть, чтобы вырасти новым или подзубом с пломбой может зародиться? Нет, не обязательно он должен выпасть. Он может... Смотрите, корешок меняется. То есть, один зуб может вытолкнуть следующий зуб. Не обязательно, чтобы один сразу же выпал, потому что есть... Это в зависимости от того, какие зубы... То есть, я не стоматолог, но я немножечко расскажу, так, как я вижу, так, как мне немножко рассказывал стоматолог, который у моих деток был у меня. То есть, у нас же челюсть, она... Это подвижная часть. Челюсть – это кость. Она подвижная. И когда выдирают зубы намеренно и туда ничего не ставят, никакого, ни протеза там, ничего, я не знаю, что там ставят, мосты или что-то, как они называются. Ну, в общем, зубы прикручиваются, не разбираются немножко. В общем, если там остается промежуток, то со временем, если ничего не ставить, то челюсть немножечко, она деформируется и начинает вот этот промежуток уменьшаться. И новому зубу очень тяжело вырасти, в этот промежуток впихнуться, потому что те же здоровые зубы и новому очень сложно туда впихнуться. Когда есть... Это как бы минус. Когда зуба нет, а пространство есть. Опять же, если там есть зуб и хочет вылезти следующий, то вам нужно... У вас должны пройти в вашем организме определенные процессы, чтобы зародился новый корешок, из которого полезет новый зуб. Это тоже своеобразный процесс. И два этих процесса, они абсолютно разные. И у одного, и у другого есть как плюсы, так и минусы. Но оба варианты, они возможны. И про оба варианта можно найти точно так же в интернете. Спасибо. У меня много вопросов, просто я не понимаю, откуда трансляция. Я только пришел. Вы можете сюда написать, а можете в Zoom выйти и голосом задать вопрос. Здесь такие же вопросы, ты, наверное, уже на них много раз отвечала. Посоветуй, с чего начать автономию, с чистки организма, травм, интервальное голодание. Тут это все можно найти уже в YouTube, да, где там есть уже все это. Да, а тут нужно смотреть, что вам больше подойдет и какой у вас... Это зависит от того, сколько вам лет, какой у вас образ жизни, где вы живете, чем вы... Как вы питаетесь, какие... Есть ли у вас заболевания. То есть тут от многих факторов зависит от того, как нужно вам начинать, с чего начинать и почему именно так, чтобы это было легче. Что, тогда не будем тебя больше задерживать, Светлана. Спасибо тебе. Спасибо вам огромное, что пригласили. Спасибо за ответы. Спасибо, что столько много народу было. И, конечно же, буду ждать следующих приглашений от вас. С вами было очень...